В правом углу ринга Николай Валуев и Люди Спорта на Спорт.ФМ Первый раунд Доброго воскресенья всем любителям спорта вновь у нас Точнее у вас в гостях или правильнее сказать у нас в гостях я уже скажу позже А все-таки Люди Спорта вновь мы открываем нашу передачу Тема сегодняшнего разговора как обычно Летом о чем говорят Знаете пословицу когда саночки готовят летом Так вот конечно же мы слава богу дождались когда летом к нам в гости приходят герои зимней олимпиады в Сочи И я представляю нашего гостя Владимир Григорьев Российский шорт-трекист, олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Серебряный призер Сочи 2014 на дистанции 1000 метров Двухкратный чемпион Европы в эстафете Бронзовый призер чемпионата Европы многоборья И заслуженный мастер спорта России Владимир Здравствуйте Здравствуйте Владимир я действительно не то чтобы удивлен На самом деле так получается что почему-то летом зачастую к нам приходят атлеты Спортсмены которые выступают летних видах спорта и вот летом мы зачастую говорим о зимних видах спорта Конечно же олимпиада в Сочи это прошедшее мероприятие которое по всему свету разнеслось успехами нашей сборной И в том числе благодаря вашим усилиям наша сборная одержала триумфальную победу на этой олимпиаде Традиционный вопрос для нашей студии Шорт-трек в вашей жизни Как он появился Как вы им начали заниматься Мама, папа Расскажите пожалуйста поподробнее Потому что я уверен нашим радиослушателям это очень интересно Ну у меня в принципе родители тренера И вот как бы все началось от папы Так как он занимался конькобежным видом спорта вначале Мама тоже занималась Видимо я во время уже беременности мамы Как бы начал тренироваться Подмерный звук вот этих Вообще в шорт-треке же слышен звук когда разгоняются спортсмены Да естественно это во первых как бы и слышно и чувство Чувство именно самого спортсмена Он должен чувствовать абсолютно все что вокруг него происходит Потому что какие-то внезапные моменты обгона Или это надо предпринимать какие-то меры Мама уже приходила тогда на соревнования Следила как отец тренируется Да да То есть фактически еще у мамы вот в утробе Вы уже слышали эти звуки Которые вас теперь сопровождают каждый раз Да да естественно И ну выбор то пал уже через там 7 лет Когда родители мне сказали что надо что-то выбирать в своей жизни Идти в спорт так как нечего дома сидеть ничем не заниматься И да я вначале выбрал акробатику Занимался акробатикой Но со стечением времени как-то угасло все И начал заниматься шорт-треком И это очень так вдохновило адреналин Вот этот поворот и скорость Обгоны И все супер Ну супер не супер Но наверное первые тренировки может быть как-то вас Или все-таки сразу понравилось Сразу понравилось Меня вообще как бы родители никогда ничем не заставляли конкретно заниматься в шорт-треке А изначально было то что я с ними ездил на сборы И всегда стремился за старшим поколением шорт-трека И всегда как бы обгонял их Даже когда соревнования проводили Я не в своем возрасте участвовал А в высший возраст И я там всех обгонял Вы знаете я не могу не расспросить вас О шорт-треке как о спорте Почему? Потому что наверное до Вот олимпиады в Сочи По большому счету о шорт-треке Можно сказать что особо не было слышно Хотя насколько вот перед самой программой вы мне сказали Что в России он с 88-го года Да он с 88-го начал зарождаться Вот в Россию привезли тренера Сейчас я не вспомню Но вроде бы Кулаков И еще какой Тренер не помню какой Но вот они привезли И большое спасибо им Что они вот начали развивать шорт-трек И в то время уже выступали наши очень хорошо спортсмены Занимали там и бронзу на Европе И вроде бы золото брали И как бы со временем он как-то угас Потому что возможно может с переворотом власти Или еще чего-то А вот эти самые 90-е Перестройки там и прочее Да И вот это время мы упустили С развитием спорта И тем более коньков шорт-трека Я слышал, что коньки Для шорт-трека Это совершенно другие коньки Чем если бы вот вашего отца Для спринта В те годы, допустим 90-е, 2000-е годы Пока еще не разработали новую концепцию коньков Для конькобежного вида спорта Имеется ввиду клапсы То есть у нас, можно сказать Практически одинаковые были коньки Но отличались ботинки И то, что у нас были коньки смещены В сторону поворота Также был загиб И овал конька Отличалось А так, в принципе Снаружи никто бы не отличил В те времена А сейчас это уже Поменялась Сама техника Бега на коньках И Сами коньки стали очень Ну, отличаться От шорт-трековских Это на самом деле правда? Что ваш отец Когда Я так понимаю Вы в свое время Жили в Киеве, да? Да А отец отлучался Куда-либо И Вам приходилось Его заменять И проводить тренировки Это уже в более позднем возрасте Да Было и такое Ну Я все время Нахожусь с отцом И у меня Как бы немного Уже тренерский Есть опыт И Мышление И То есть Мы всегда с отцом Говорим О шорт-треке То есть О технике О подготовке То есть Мы Вместе Идем К какому-то Общему решению Чтобы Развивать И улучшать Результат То есть Вы хотите сказать Что вы можете Абсолютно спокойно Посвящать Спорту Тренировочное время И у вас еще Находится время На то Чтобы Свободное Время Также посвящать Спорту Да Это на самом деле Так Но Это было Допустим Где-то Лет 8 назад Когда я Переехал В Россию И начал Тренироваться Со сборной Уже Как бы Меньше Времени Посвящались Ну Урокам Там Или еще Чему-то С отцом Но Хотя мы Все И до этих пор Сейчас Обсуждаем И Делимся Опытом Уважаемые друзья Об уроках Тренировках И прочих Премудростях Шортрека Мы Расспросим Владимира Григорьева После небольшой Паузы на рекламу Люди спорта На Спорт.фм Николай Валуев Люди спорта На Спорт.фм Второй раунд Дорогие друзья Вновь Возвращаю вас в студию Сегодня говорим О шортреке У нас Олимпийский чемпион В эстафете 2014 год Наша замечательная Олимпиада Владимир Григорьев У нас в гостях Владимир Шортрек Вот Давайте Продолжая тему Этого замечательного Вида спорта Как много Сейчас Площадок Которые На которых Тренируется Шортрекист Или все Именно в России Да В России Конечно Ну в России Достаточно Уже так прилично Развитие идет Шортрека И где-то В районе Мне кажется 20 площадок Где развивается Шортрек Именно 20 городов В городах Бывает по 2-3 Катка И там И там Занятие идет То есть Можно сказать Что он уже Охватил Территорию Всей России Да Охватил Да Плюс еще После Успешного Выступления В Сочи Людей Очень много Идет То есть Детей Разных поколений Мы обязательно Об этом поговорим Кстати У вас По-моему Наклевывается Работа на будущее Вы собираетесь Продолжать Традицию Семейную По стопам Отца Ну я так понимаю Вы будете Скорее всего Шортрекистов Тренировать Да Да Опыт уже Сейчас нарабатываете Вам еще и 8 лет назад И даже больше Приходилось уже тренировать Да Мне приходилось И плюс еще Большой опыт Набрался с другими Тренерами У нас Также До Себастьяна Кросса Были Китайские Тренера И Корейские И Российские Тренера И Большой опыт Уже Накопился И можно будет Что-то Я думаю Модернизировать Ну С приходом В российскую сборную Виктора Ана Наверное Тоже Определенный опыт Какой-то влился Вообще Он собирается Свой опыт Передавать сборной Ну Вообще Говорил Что собирается И Как бы Опыт его Бесценен Ну да Конечно Но на самом деле Ваш опыт Не менее ценен Ну да Мы делимся И с ним Своим опытом И он С нами И Как бы Ну Он Очень Такой Мудрый Спортсмен Ну что ж Будем надеяться Что ему Россия Стала Вторым домом И Уже он Никуда Не уедет И Та история С натурализацией Спортсменов В его случае Может быть И в случае Других Будет Хорошая И красивая История Кстати Как вы К этому Относитесь Я Отношусь Вообще Положительно То что Как Виктор Приехал Мне кажется Что у него Скоро будет Свадьба Здесь В России Прекрасно Вообще Надо будет Его поздравлять Обязательно Если он Решил Свадьбу Именно В России Ладно Мы Расспросим Об этом Конечно Виктора Ана И все-таки До недавнего Времени Вы тренировались У китайца Ан Юлонг Ан Юлонг Да Что это за человек И Китайский Шортрек Вот он Что-то Привнес Вообще Да Но Он очень много Принес Нагрузки Это как бы Такой суровый Китайский Жесткий тренер Эдакий Ледовый Шаолинь Да Так как он Тоже является Олимпийским Чемпионом На 500 метров И Он считает Что нужно Очень много Тренироваться Чтобы достичь Такого успеха Как и он Но Как практика Показалось Что Не стоит Столько тренироваться И отдавать Много усилий Чтобы Был какой-то Результат Ну Говорят по-разному На самом деле Вот Допустим Даже вспоминая Слова своего тренера Он говорил Боксер должен Боксировать На тренировках Естественно Бегун Бегать Шортрекист По логике Жанра Должен Заниматься Шортрек Да То есть Все-таки Где-то Был перекос В сторону ОФП Да Мне кажется Да Не только В сторону ОФП Но и Нагрузки Были Чрезмерные На Ледовой Арене Так как Допустим Физически Мы уставали И на ОФП И уже На льду Мы Выполняли Умирали Можно сказать А канадец Себастьян Кросс Я так понимаю Поменял Эту Стало Лучше Намного Потому что Мы Тренируемся Качественно Но Намного Меньше Чем С китайцем И показываем Результаты Лучше Слава богу Если это работает Значит Так и нужно Дальше поступать Давайте Давайте Немного Раскроем Нашим Радиослушателям Ведь для Многих Из них Шортрек Это Очень Быстрое Такое Катание В случае Если Это Индивидуальный Какой-то Разряд То есть Ну Все равно Это Некоторое Количество Спортсменов Которые Плотно Двигаются По такому Кругу И Все-таки Это Борьба Которую Зачастую Многие Не видят Вот Эта самая Тактика И борьба Она В чем заключается Каким образом Можно В этом Можно так сказать Скопище Людей Суметь Вырвать Себе Не то что Счастливый Билет А именно То место На котором Вы приходите Первым Ну это уже Можно сказать Шестое чувство Это развивается С тренировками И Допустим Все это Отрабатывается На Льду Во время Тренировочных Там Сборов И Как бы Когда Четыре Спортсмена Едут И они Друг друга Знают Так вот Только на соревнованиях Да С этими Спортсменами Легче всего Бороться И Не бывает Неожиданностей Неожиданностей Да Не наоборот Ожиданностей Бывают Но Ты ими Быстро Воспользуйся Чем с теми Которыми Ты тренируешься Очень долго И они тебя Знают Хорошо И Уже Когда Знают Твои слабые стороны Да На дорожке Встречайся И Приходится Как-то Обманывать Скорее Национальный Чемпионат Да Потому что Для меня Лично На международных Легче выступать Чем на национальном Я могу На международных Очень хорошо выступать В призах Вот Прошлый сезон У меня всегда был финал Я практически Всегда брал Медали А вот На национальном Это уже Для меня тяжело Но Для вас Вообще Есть разница Выступать Дома За границей Да Вы как-то различаете По накалу страстей Я не знаю Психологические нагрузки И прочее Ну допустим У меня Психология Очень крепкая И Я не переживаю Когда там У себя выступаешь Или за границей Наоборот Когда У себя Выступаешь В России То Когда поддерживают Народ То наоборот Еще быстрее бежишь И Поддает силы Толчок Именно На хороший результат Все-таки Какие больше мышцы Задействованы Шорт-треки Потому что Опять же Со стороны Это кажется Такое Перебирание ногами И вроде кажется Хоть и большая скорость Но Получается Спортсмен Катится и катится Но в целом О спортсменах Нельзя сказать Что они Какие-то Худосочные На самом деле Это вот Очень хорошо Развитые мышцы Ног Спины Наибольшая нагрузка На какие группы Приходится Ну в основном На Бедра Ягодицы Идут Коленные суставы Очень сильно Должны Развиты И сильные Потому что Очень много Страдают у нас Спортсменов С коленями Так как не выдерживают Нагрузку Регулярная нагрузка Вы практически Не разгибаете ноги Наоборот Разгибаем Но очень много Находимся Когда катимся В согнутая Часть колена Идет То есть Когда отталкивание Идет Нам полностью Надо разгибаться И в основном Тоже вроде бы Как Пресс Живота Очень нужен Потому что Удерживать Посадку Надо И Давать Больше энергии В ноги Я думаю Что после Небольшой паузы Вы обязательно Дадите совет Мамам и папам Прежде чем Они отдадут Своих детей В шорт-трек Может быть Как-то их подготовить Гораздо лучше Но это После Небольшой паузы Дорогие друзья Я надеюсь Вы с нетерпением Будете ждать Третьего раунда Нашего общения Люди спорта На Спорт.фм По углам И удачи Люди спорта На Спорт.фм Третий раунд Уважаемые радиослушатели Возвращаю нас Вас Простите В студию Говорим сегодня О шорт-треке Напротив меня Олимпийский чемпион В Сочи Владимир Григорьев Заслуженный мастер спорта России И Владимир Вот теперь от вас Совет Родителям Может быть Прежде чем Отдать ребенка В шорт-трек К чему нужно Быть готовым Или вот Лучше прям с нуля Или все-таки Может быть Ребенку стоит Позаниматься В каких-то секциях Нет Мне кажется Что можно и с нуля Отдавать Допустим И со скольки лет Кстати С шести лет С шести или семи лет По законодательству Ну а вообще Если есть у кого-то желание Те приходят И с пяти лет Но в основном Лучше где-то Лет с семьи Идти Так как организм Чуть-чуть укрепится То есть Может быть Дети походят На другие секции Наберутся сил Но Такого совета Конкретно нету Чтобы Пришли уже готовые Но зависит от Ног Если они сильные И стоят на коньках Хорошо уже На роликах На коньках То есть Мне кажется Очень хорошо будет Сегодня Я уже не говорю о том Что были ли у вас Кумиры в детстве Речь не об этом Конечно Наверное уже Поздновато об этом Говорить Давайте лучше О школах Существуют ли Явные различия В школ Ну российской Той же самой Допустим Американской Канадской Обязательно уж Китайской И корейской Потому что Если говорить О представителях Сильнейших В этом виде спорта То наверное Вот страны Примерные я назвал Да-да Америка Очень сильная Канада На данный момент Канада считается Фаворитом Вместе с Кореей Но мы их разбили Конечно На всех практически Соревнованиях Чуть-чуть не хватило На чемпионате мира Но Отличие Колоссальное То что У России Очень Хорошая база База И подготовка Имеется ввиду То что Обеспечивает Государство То есть В Америке В Канаде Такого не найти Там люди Занимаются Практически За свой счет И они То есть Как Допустим Обычно У нас дети Приходят на тренировку И занимаются Ну у нас Дело в том Что сильные Вот эти пережитки Еще того Советского Союза Когда Многие говорят Дайте нам Бесплатные занятия Дайте нам Дайте 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 Постоянно Это так и осталось Допустим В шортреке У нас и осталось То что У нас Бесплатно Любой человек Может прийти И заниматься Уважаемые друзья Вот вам Совет от чемпиона Тактика Которую вы Только что Упомянули Себастьян Кросс отметил Что успех вам И Виктору Ану Принесла Командная тактика Расскажите подробнее Вы своих соперников Задолго до Изучали Каким образом Это происходило И каким образом Вам удалось Воплотить Ваш замысел Начало Нашей Тактики Уже составлялся В начале Сезона Когда мы Начали Готовиться К олимпийскому Сезону То есть Мы отрабатывали Очень много Тактик И когда Мы участвовали На кубках мира Мы каждый раз Что-то новое Придумывали Могли дать Спортсмены Виктор Очень много Общался С нашим Тренером То есть Каждый раз Мы пробовали Какую-то новую Тактику И когда Подошли Олимпийские игры Мы уже Примерно Знали Кто с нами Бежит Как все Будет происходить И Подбирали Тактику И когда Мы начали Бежать Неожиданно Упали Две команды И все То что мы Отрабатывали Наши тактики Уже ни к чему Не приводили Нам просто Пришлось Лидировать И до конца Держаться Впереди Посмотрите Может ли Такое Быть Что вы Для своих Соперников Готовите Некий Сюрприз Ну Это же Не может Продолжаться Бесконечно Вас В конце Концов Тоже Изучают Ну Естественно На каждых Соревнованиях Каждая Команда Уже Ищет Слабость И Бывает Находит Часто Потому что Как бы Не всегда Задумываешь Одно А Раньше Прерывают То что Ты задумал И приходится Что-то Придумывать Новое Допустим В эстафете Если мы Считаем Что нам Лучше Посидеть Сзади А другие Выдохнутся И мы Их Обгоним То на данный Момент Мы Меняли Тактику То что Мы водили Впереди Уставали Но мы Выигрывали То есть Как бы Очень много Привносили Новое Нашим соперникам Они не ожидали Никогда Что На этой эстафете Будет Что Русские Сделают Ну Любой Лидер В данном В случае Если вы Делаете Ставку На то Лидер Выдохнется Его Обгоните Движется По Наиболее Маленькому Кругу То есть По внутреннему Кольцу А вам Придется Я так понимаю Все таки По внешнему И вот здесь Кроется Огромное Количество Опасностей Как вы Отрабатываете Каким образом Ну в принципе Это намеренно Кто-то На тренировке Вот постоянно Меняет У вас Какой-то Лидер Который Не выдыхается Или это Просто Его сменяют Свежие Спортсмены Как это происходит Нет У нас Есть Вот Допустим В эстафетной гонке Это Виктор Он не выдыхается Так как Допустим У нас У него мотор Нет Не мотор У него в принципе Разница веса 15 килограмм Со мной И когда я его толкаю Он в это время Отдыхает Потому что Толчок Очень важный Если плохо Спортсмена толкать То он устает Чаще Быстрее И получается Если одна цепь Рушится В эстафете То и результат Очень плохой Становится И в связи с тем Что Виктор Легкий По сравнению Со мной Я его толкаю Толкаю Он отдыхает И в конце Он может Сделать Очень сильный Рывок По сравнению Со всеми Остальными Командами Когда они Отдыхают Во время Во время Видеопросмотра Резко Резко может Затормозить Ну Это тактика Все В шаговой Доступности Мы живем Три предыдущие Мы прерываемся На рекламу Не уходите Люди спорта На спорт.фм Четвертый раунд Уважаемые радиослушатели Напоминаю вам Люди спорта В эфире С вами Николай Валуев И в гостях у нас Владимир Григорьев Олимпийский чемпион По шортреку В Сочи Мы говорим сегодня Конечно же Об Олимпиаде Говорим о шортреке Вспоминаем Виктора Ана И триумф Нашей сборной Владимир Давайте Немного На отвлеченные темы Вы своего сына Хотите видеть В этом виде спорта? Ну я очень хочу Но Скорее всего Что выбор будет за ним То что Я буду конечно Подталкивать его К тому Чтобы он занимался Шортреком Но Выбор будет за ним Прекрасно Замечательно Все таки выбор за ним Но я уверен Что вы найдете Правильный довод К тому Чтобы он по крайней мере Был знаком со спортом Помните По-моему Во второй части Вы сказали Что психика У вас очень устойчивая Ваш секрет Борьбы со стрессом И вообще Существует ли он Или вам просто Вот так дано И все Не может быть Что вы не Делали какие-то усилия Для того Чтобы преодолеть стресс Есть конечно Но это Можно сказать Мой секрет Какой-то Хорошо Мы с ним Общаемся Можно сказать С нашими С стрессом Психологами Со стрессом Естественно Да Как бы Если хочешь его побороть То ты должен с ним И общаться Вы как-то По-особенному Настраиваетесь Перед стартом Нет Особенно нет Ну все Смотрим На мелкие вещи То что Допустим Шнурки Зашнурованы Там Каска нормально сидит Там Очки отдел Перчатки Все готов Поехал А у вас не было желания Нанести На шлем Мобильный Телефон Номер мобильного Телефона Или какой-нибудь Веб-сайт Нет Не было такого У нас тем более На соревнованиях Выдаются Отдельные Шапочки Которые мы Одеваем Да Они прикрывают Да по-моему Да Они все Весь шлем Закрывают То есть Все зависит От организаторов Соревнований А кстати Об организаторах Соревнований Существуют ли Коммерческие Старты Для шортрек На данный момент Да Существуют Но они очень Такие Мелкие Очень И Туда ездит у нас Допустим Вторая команда То есть не Главная сборная А Тех Которые в резерве Ну в реальной перспективе Может такое случиться Что На ваш взгляд Конечно Что в будущем Могут проводиться Какие гран-при Где будут Ну допустим Не представлены Каждому из гран-при Несколько видов Зимних видов Спорта Один из которых Будет шортрек Ну вот в этом году Первый раз Стартует Айс Дерби Это Вид спорта Можно сказать Совмещает Шортрек И коньки вместе Это Коммерческие Старты Которые Как бы Устраивают Шейхи Там Всякие Люди богатые Которые Можно сказать Скачки Ставят на людей Это будет Двухсотметровая дорожка По правилам Шортрека Но там могут Участвовать Коньки Шортрек А можно ли Шортрек Сравнить Вы знаете Я как-то Даже не знаю Название этого Спорта Но скорее всего Это некий экстрим Когда С бешеной скоростью Спортсмены По достаточно Узкому Такому Коридору Несутся С горы Именно На хоккейных Коньках В хоккейной Форме Ну да Я видел Да Конечно У них Определенно Есть Некая защита Но скорость Такая Что не дай бог Упасть Нет Нормально У нас участвуют Канадцы В этих соревнованиях Наши лидеры Вы не хотели Попробовать Нет Пока еще не хотел Ну да Вам все таки выступать Зачем Так Рисковать Шортрек Для вас Это вот Что Что это за Может это стиль жизни А может Целая философия Как вы считаете На данный момент Вообще Не могу Об этом Сказать точно Но это вот Как Какой-то был Смысл Достижения цели Я маленький Когда тренировался Всегда хотел Побеждать И Когда все больше Побеждал Каждые соревнования Становились Для меня Выше Выше И вот Когда Вышли на Олимпийский Такой вот Результат Это можно сказать Мое достижение Было Именно Жизненное Такое Может быть Философия Была Не знаю Вот Даже Как это Объяснить Но Шортрек Это для меня Вот в душе Прям Это душевное состояние Внутреннее Да Это Для меня Это для меня Больше Как бы Позитив Это Даже необъяснимо Попробую вам помочь Позитив от скорости Вообще Шортрек От всего Ты получаешь удовольствие От того Чем ты занимаешься Вот Я всегда Говорю о том Чтобы Был результат Надо Всегда Заниматься тем Что нравится Ну У вас нет желания Эту скорость найти На стороне Я имею ввиду Там Не знаю Может на машине Очень быстро ездить Или У вас есть Байк Нет Байка нет У меня очень Тяжело С велосипедами И мотоциклами Это очень Опасно Для меня Согласен Да Но на машине Я езжу Да Бывает Гоняем Но В меру Ну в общем У вас нет Такой простыни Правонарушений Административных За превышение скорости Я понял А ваша семья Так же участвует В вашей жизни Спортивной Ну то есть Ездят ли они с вами На сборы Смотрит ли Сын На соревнования Вообще как Да У меня сын И жена Очень болеют И когда есть возможность Они приезжают На соревнования Болеют на трибунах Ну в основном У меня еще сын маленький Он возле телевизора болеет Все кричит Папа давай Это здорово В основном Вот у меня жена Приезжает на соревнования И болеет Все таки Не могу не спросить Существуют ли Виды спорта Где Ну может быть Не опасно Но вы ими Интересуетесь Занимаетесь Ими Для Не знаю Для отдыха Того же там Активного Нет Не занимаюсь Вам хватает шортрека Мне очень хватает шортрека Но Немного так Увлекаюсь Там Бывает что Йога Там И Единоборство То есть у нас Начальник команды Есть Евгений Вот он Раньше был Единоборцем Ушу он занимался Вроде бы Как И был Третьим На чемпионате Мира По ушу И у него Очень много Знакомых Которые Занимаются Единоборством Вот Он бывает Что Приглашается Пойти Куда-то Позаниматься То есть Мне это Очень интересно Также Йога Очень хочется Заниматься Йогой Так как у меня С растяжкой Не очень Все хорошо А йога Очень способствует Ну раз йога Значит я могу Предположить Что вы Вегетарианец Да Постараюсь Вы знаете У нас в гостях Был воевод И он настолько Профессионально Рассуждал о питании При том Что при его Габаритах Очень таких Достаточно Внушительных Он тоже Вегетарианец Да В последнее время Воевода Как раз И способствовал Тому Чтобы перейти С мясного На вегетарианство И почитать Некоторую Литературу Которая Дает возможность Определить Что для тебя Будет В дальнейшем Хорошо По питанию Но все же Я по своему Опыту скажу Что я пытался Некоторое время Питаться Именно таким Вегетарианской Пищей Кроме Раздражения У меня это Ничто Больше не вызвало Допустим Я нахожусь Ну Я более Экспериментирую На данный момент Так как Допустим Наши Результаты Уже дали О себе знать И То что Когда я Общался Своей водой Я надеюсь Что Его программа Ту которую Он говорит По питанию Принесет мне Какие-то Плоды Пользу И я Улучшу Свой результат Я очень надеюсь Что вы их улучшите И тогда Крайний вопрос Ваши Будущие планы Ну На этот год По крайней мере Надо Стать Чемпионом мира Так как он будет Проходить в Москве Чемпионат мира По шортреку Это где-то Март Или апрель Где-то Вот в таких Месяцах Так как у нас Тоже получается Следующий год Ну Да Так как у нас Идет все сезонами А сезон у нас Начинается с ноября И Да Тогда год Да Вот По крайней мере В этом сезоне Хочу На чемпионате мира Очень достойно выступить Ну что ж Я вам желаю Всяческих успехов На самом деле И впредь Приносить нашей сборной Медали высочайшего достоинства Огромное спасибо За ваш труд Я уверен Что сегодня Вы открыли Еще раз Для наших радиослушателей Замечательный вид спорта Под названием Шортрек Дорогие друзья А я напоминаю Что у нас в гостях Владимир Григорьев Российский шортрекист Олимпийский чемпион 2014 года В Сочи Призер Сочи На дистанции Тысячи метров Двухкратный Чемпион Европы В эстафете Бронзовый призер Чемпионата Европы В многоборе Заслуженный Мастер спорта России Отец Семьянин И просто хороший человек Владимир Спасибо огромное Уважаемые друзья До встречи Через неделю Я надеюсь Что следующие Наши программы Будут не менее интересны Чем сегодняшние До свидания Дамы и господа Победила Дружба Люди спорта На Спорт.ФМ